Не такая жидкая. Вот сейчас день, такой хороший день сегодня, но они очень пачкаются. А так полезный. Сегодня солнечный день такой хороший, я решила набрать травки. Сегодня я пришла на берег реки, набрала пижмы, тысячелистнику, зверобою. Зверобой чуть-чуть опоздали со сбором, но ничего пойдет. Потому что травы уже лечебные, не растут. Если вот траву покосишь триммером, все оно... Травы полежат, они набирают более целебные свойства. И когда их уже вкладешь в составы, они отдают всю свою благодать, которой нужна организму. А еще организм сам впитает. Вот, например, соберешь сбор из нескольких травок, ну, ты уже знаешь, для какой болезни какой сбор составлять. В этом году для тех же благодать всех будет вы ripped. Для тех же твоих receivingers пищу, но это недостаточно кал Clolen. Миквид belt. У нас получился onder дым. У нас не успокоился. Настя. Миквиди. Миквиди. Несколько раз перевертываю. Здесь вот оспутанные травки. Это плохо. Назоровая сегодня. Жди, идут. То приедешь, а она уже все цвела. Дверооздельная череда сегодня. Птичий кворец. Это книга моего деда, не деда, а тестя, травника, который лечил людей. Вот она начата, была 1 августа 80-го года и кончена 30 декабря 81-го года. Это одна из книг. Книг у него было очень много. И вот, значит, рецепты и что он давал людям. Можно перелить. На почве простудного состояния подобно мигрень, воспалительный процесс, тройничного нерма и... На самом деле, может быть, раньше возможность такая была, вылечить все лекарственными препаратами. То есть травм не прибегая к лекарственным медикаментам. Но сейчас уровень экологии, я считаю, такой, что не стоит доверять только травам, которые собраны в таких условиях, как, допустим, в нашей полосе. Тут может быть и загрязнение, и радиация, и все прочее. Тут может быть и в полосе. Наши аптеки не принимают наши сети, думаю, что и все остальные. Так как раньше была фасовка и фасовали травы, сейчас этим не занимаются. Приходят травы, все уже централизованы, и мы их отпускаем, уже они фасованы. Поэтому от населения мы не принимаем.